Что за тюрки, Столик? О, хрена, твою мать! Хотели убить? Почему именно вот только вас вот это интересует? Меня даже звать не будет борода больше. Стоп! Я знаю, что у тебя была интимная связь. Прошлый выпуск набрал 500 тысяч лайков, и как мы и обещали, мы выпускаем третью часть детектора лжи, в котором мы раскроем самые жесткие тайны Magic 5. Даже те, за которые кто-то из нас может сесть в тюрьму. А ты знаешь, что это уголовно наказуемо? Чтобы не пропустить правду, посмотри это видео от начала до самого конца, ничего не перематывая. У меня мог быть не братик, а сестричка. Какое настоящее имя Нептушенко? Наверное, ты не Дима. И кто из Dream Team House, его девушка? Это все, что я на сегодня скажу. Почему Респект не разговаривал до 11 лет? Люди просто так не ходят к логопеду. За что бороду хотели убить? А какого хера, Артур? Сегодня с нами снова лучший полиграфолог нашей страны. Этот человек отправил за решетку более 100 особо опасных преступников. Но в сегодняшнем выпуске нас будут проверять на самых новых и точных датчиках. Такие полиграфы используют только американские спецслужбы. Я знаю, что вам пипец, как интересно разобраться в истории Артура и бороды. И сегодня вы наконец-то узнаете правду. И начнем мы сегодня с Никиты Васильевна. Никита, первый. В смысле? Я никогда не был первым, это стремно. Прошу. Да мы не договаривались-то. Я всегда хотел позадавать вопросы. Ладно, мне нечего скрывать. Итак, Никита. Ты действительно подаришь PlayStation 5 подписчикам? Как я и обещал. Ну, конечно, я это сделаю. Потому что, блин, это как бы я... Мои обещания, я должен его исполнять. Да или нет? Да, я подарю PlayStation. Это правда. Да, и все, друзья, видите, все-таки правда. Я вам доказал, что это реально правда. Итак, Никита, следующий вопрос. Тебе предлагал А4 перейти с Magic 5 в их продакшн? Ты серьезно хочешь это узнать? Да или нет? Такого предложения не было. Это не правда. Зачем ты лжешь? Жесть. Предложение было. Но я не хочу углубляться в это. То есть ты реально... Ну, было предложение, да. Но я отказался. Блин, у меня аж мурашки. Представьте, Никита ушел бы К4. Если вы наберете под этим видео миллион лайков, то мы реально пригласим А4 и спросим у него. Почему такие жесткие вопросы пошли? Такие вопросы задают наши подписчики. Занимался ли ты любовью за деньги? Ну, как бы на личности вот так жестко переходи. Нет, не занимался. Это кто? Я лично не платил. Он справа не платил. Была ли у тебя интимная связь с несовершеннолетней? А, ты какая... Да что такие жесткие вопросы? Почему именно столько вас вот это интересует? Блин, ну... Со школьницей? Нет, не было. Это не правда. Да почему? А ты знаешь, что это уголовно наказуемо? Девочке было 16 лет. Мне как бы и тоже 16 было. 16! Ну, я не знаю, это же как бы ненаказуемо. Или меня посадят. Не надо. Да не вставляйте это в ролик, ребят. Ну серьезно, вы меня можете подставить. Сесок! Сесок! Людишь детей? Мы сломаем тебе жизнь. Правда ли, что у тебя украли машину? Ну, тут скрывать нечего, знаете. Действительно, у меня угнали тачку. Это было буквально неделю назад. У него был белый Mercedes, и эту машину угнали. И мы специально не хотели об этом говорить. Только потому, чтобы... Ну, это достаточно сильная потеря. Никита очень сильно переживал по этому поводу. Он попросил, чтобы никто об этом не знал. Даже в сторис ничего не постил, не показывал людям, что действительно Мэрина его украли. И больше я своего Mercedes, наверное, не увижу. Твой ответ? Да, это правда. Это правда. К сожалению. Ну, кстати, ребят, по секрету вам скажу, только не говорите об этом Никите. Возможно, возможно, если у нас все получится, мы постараемся Никите подарить новую тачку. Напишите в комментариях, какую тачку ему подарить. Мы надеемся, что все наладится. Я понял, ну типа, правда, ну такие вопросы задавать, мне очень больно. Никита, у тебя есть друг, который не мог разговаривать до 11 лет? То, то. Я вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждаю, потому что я не лезу никогда в личную жизнь других людей. Так какая разница, пацан? Мысль какая, тебя не волнует, кто с его друзей до 11 лет не разговаривал? Ну, мне кажется, есть вопросы, которые можно задать действительно и будет этого намного интересного. Ну, Рес, мысли, ну кто... Мы же друзья, мы должны знать, что друг друга... Смотри, это не я, как это, вдруг это Артур? Ну, у него, может, друг с детства был. Я могу не отвечать, кто это, просто сказать да или нет. Ты так можешь. Да, у меня есть такой. Это правда. Итак, первый вопрос. Ты вреешься на лысо, потому что комплексуешь из-за волос на голове? Что? Как он может комплексовать, если у него их нет? Это вопрос подписчика, который это понял. Я хочу знать твое имя, подписчик. Вдруг у него болезнь лысения, ну, когда обпадают эти волосы, как это правильно называется, когда, ну, лысей человек. Как у деда, когда по бокам только растут некрасиво. Он реально дед. Может, он поэтому комплексует? Потому что он дед? Может, он съел деда? Нет, это неправда. Водля пересохнула. Немножко. Это неправда. Ты тоже проверяешь его, да его невозможно обмануть. Я знаю, что это болезнь, когда человек лысый передается генетически. То есть только от родителей, но его родители с волосами. Постойте, то есть может быть так, что я могу облысеть? В смысле? Ты видела меня с волосами? Когда у меня вот тут вырастают волосы, во-первых, они все кучерявятся. А вот тут они не растут, я реально как маньяк-убийца какой-то. Борода-клоун. Я думаю, мой внешний вид может быть настолько стрёмный на улице, что меня просто может забрать милиция. Знаете что, мне было бы очень интересно посмотреть на бороду с волосами, но без бороды. Напишите в комментариях хэштег борода без бороды. Если комментарии просто взорвутся этим хэштегом, тогда мы обязательно сделаем так, чтобы у бороды не было бороды. Да, пишите в комментариях борода без бороды. Меня даже звать не будет борода больше, что вы делаете? Вы просто уничтожите меня. Пишите в комментах. Ты принимаешь стероиды? Для тех, кто не знает, что такое стероиды, это анаболические всякие штуки, которые заставляют твои мышцы очень сильно расти, и это очень вредно для здоровья, если это делать неправильно. Что за... Интересно всем. Дебильные вопросы. Это подписчики? Дебильные? Вот эти мышцы, они надутые. Я думаю, принимал. Это подписчик забрал, да? Таблетки свои жрешь, да? Подожди, а вдруг он из астероидов облысел? Что? Блин, это химия, это ужас, это нельзя их принимать. Я помню, был момент, когда мне борода говорил, что хочет принимать стероиды. Но я скажу честно, да, я когда-то хотел, нет, не принимаю. Это правда. Хорошо. Красавчик. Давай немного градус сделаем выше? Ты занимаешься спортом, чисто для того, чтобы нравиться другим парням, да? Что? Да кто такие вопросы задает? Наши подписчики. В смысле? Он заключался? Как бы просто в прошлых видео, как бы очень сильно много намеков было, что ты как бы гомосексуалист. Что? Он реально делает тело ради мужиков? Вы что издеваетесь? Так он женат. Мы его издети. Твак. Что за фигня? Отвечай. Блин, если это реально правда, я просто возьму сейчас и сделаю сальтуху здесь. Просто. Я занимаюсь спортом, потому что я люблю спорт. Все, нет. Упахивает. Правда. Фух. Если бы сейчас это было бы неправда, я бы встал бы и ушел бы отсюда просто. Правда ли, что у тебя совсем скоро выйдет свой личный трек? То есть музыкальный песня. Чего? Борода делает свой личный трек. И не сказал нам. Я хотел, чтобы это был сюрприз. Для кого сюрприз? Ну, спалил я, так сказать. Ну, мне реально было интересно, потому что я не знаю правды. И я вроде как бы догадываюсь, что это так. Правда это? Да. Это правда. Хорошо. Он реально делает трек и не рассказал никому? В смысле, а как можно называть после такого человека другом? Да братом, как так назвать? Да он тебе не брат. Брат. Не брат. Ты был мне братом. Я для вас стараюсь, ребят. Это я самая жесткая идея. Это правда, что ты потерял свой палец во время игры в Fortnite? Ого, вот это да. Я это узнал просто от твоей жены? Мне интересно, кто это. Офигеть. Ну, типа, блин, откуда? Серьезно? Мне интересно. Ты мне не рассказал даже. Нашим подписчикам хотя бы расскажи. Это частично. И правда нет. Я действительно потерял палец когда-то. Мне его пришивали обратно. Мало того, я вам скажу, человек, из-за которого я потерял палец, сейчас находится на съемочной площадке. Прямо здесь. Я не стану врать, это действительно правда, но это было не во время игры в Fortnite. Давайте так. Если этому человеку, который сейчас меня слышит, и он находится на этой площадке, хватит смелости сесть сюда и рассказать всю правду, как это было. Да кто это? Я прошу его, давай, если тебе сейчас хватит смелости, присаживайся сюда, давай. Здесь как бы немного людей, и я сам не понимаю, кто это. Я знаю, что он меня слышит. Я знаю, что он меня слышит. Ты когда-нибудь испытывал любовные чувства к животным? У него есть собака, боль, которую он любит. Что вы пишете? Что за вопросы? Напишите нормальный вопрос, что за ерунда? Так может это и не ерунда, отвечай. А знаете что? Блин, ну так, да, я испытываю любовные чувства к своему животному, потому что я его люблю. Да, это правда. У него есть чувства к собаке? Это правда. Ну то есть ты хочешь сказать, что это правда, и любовные чувства не относятся к сексуальным чувствам, да? Рассказывал ли тебе респект о своем детстве? Мне не рассказывал. Нет. Это не правда. Ага. Опять врешь, да? Если я сейчас скажу то, что мне рассказывал респект, я считаю, что я его предам. Поэтому я не стану говорить то, что он мне рассказал. Тебя когда-нибудь пытались похитить? Я знаю правду, но я хочу, чтобы его знали подписчики. Рассказывай. Ну а откуда этот вопрос вообще? Димон, ну ты как бы, может, шутишь, но ты мне лично рассказывал. Я не знаю всех подробностей, но ты намекнул на то, что у тебя это было. Я, ну, я не... Давай сейчас не ври и говори правду. Я не буду говорить, ну, я не буду говорить это. Ну, типа, нет, ну, это... Это уже перебор. Ну, типа, серьезно. Я думаю, можно знать правду. Нет, я не буду. Можно. Я не буду. Ты серьезно не будешь говорить? Нет, я же прикалываюсь. Нет, тебе сложно ответить на этот вопрос или что? Я не хочу в это-б Klimace. Ты реально сложно, ну скажи в этой херне участвовать. Постой, а че он психанул? Че он ушел? Да зачем ты снимаешь, куда ты идешь? Нахер это надо, вообще. Он, походу, реально не хочет об этом говорить, и поэтому... Его реально хотели убить? Ребят, я, конечно, все понимаю, но откуда вы находите такие жесткие вопросы? Давайте так, реально, если будет 500 тысяч лайков, тогда следующий выпуск будет состоять только из ваших вопросов, которые я буду искать в комментариях. Стой, прямо сейчас я покажу тебе свой самый любимый карточный фокус с коробочкой игральных карт. Но самое интересное находится именно вот здесь. У меня в кармане есть специальный черный кейс, в котором могут исчезать карты. Смотри, если я возьму, переверну кейс и кладу коробочку прямо вот сюда, то ты видишь, что здесь находятся карты. Но можно сделать немножечко по-другому. Раз, два, три, и коробочка полностью исчезает из этого кейса, и ты сможешь сделать точно так же. Это знаменитый фокус Phantom Deck. Просто представь, на глазах у зрителей исчезает целая колода с картами. Прямо сейчас на нашем сайте действует скидка в минус 10% на фокус Phantom Deck. Поэтому после просмотра этого ролика переходи по ссылке в описании, посмотри фотографии, ну и удивляй своих друзей. Погнали дальше. Я подготовил для тебя лайтовые вопросы, самые вообще не провокационные. Первый вопрос. Ты когда-нибудь пробовал мочу на вкус? Серьезно, мочу? Так, наверное, не вспомню. На самом деле, респект такой, что с легкостью бы попробовал, его бы это не смутило. Нет, не пробовал. Как-то раз мы почти предложили ему это для челленджа, и он говорил, что да, без проблем. Ну, уринотерапия, он так это называл. Это правда. Ладно, а свою? В смысле, а можно не свою пробовать? А какая разница, что? Постой, а ты так спокойно об этом говоришь, что пробовал мочу? Дело такое... Дело житейское, да? Дело житейское, всякое бывает. Но на ранку я писал точно. А я так подумал, может еще и потом пальчиком... И не только на ранку. Те, кто смотрел предыдущий выпуск, знают, что респект писал на... Ладно, идем дальше. Сейчас очень серьезный вопрос. Ты посещаешь психолога? Потому что, ну, те психи, которые были в той комнате, ну... Ну, кстати, нет. И это моя проблема. Я бы, наверное, его посетил. Ты видишь, что он признался о своей проблеме? Ты считаешь, что респекту нужен психолог? Он считает, что да. Это правда. Ну, а почему? Что ты, есть какие-то у тебя душевные переживания, травмы, которые ты можешь рассказать нашим подписчикам? Я встретил пару лет назад четырех дурачков. И это единственная моя травма на всю жизнь. Я не сразу понял, что ты о нас говоришь, но ладно. Хорошо, я сейчас тогда в комментарии зайду, и у подписчиков найду самый жесткий вопрос, раз ты такой вот, вас не любишь. Ребят, я не понимаю, откуда вы узнаете, но ты носишь стринги. Погоди, я тебе говорил. Ну, стринги, это которые, ну, просто какие-то, как плавки такие, типа, да, да, я ношу стринги. Нет, стринги, это вот такая вот прям, вот где-то сейчас фотка здесь будет, но это такая малюсенькая такая штука, понимаешь? Нет, не ношу. Это неправда. Да ладно! А ты знал? Ты знал? Ну да. Блин, ну мне подарили на день рождения, мне было интересно померить. Просто я померил. Ребят, я сейчас сам в шоке, я этого не знал. Следующий вопрос меня безумно сильно интересует, потому что я от респекта такого не ожидал, но вы откуда-то это узнали, блин? Правда, что у тебя есть любовник мужского пола? Он занервничал, посмотри, он занервничал. Ты можешь сказать, ну, есть у тебя любовник или нет? Нет, у меня нету любовника. Подожди, они что про... Он покраснел. Подожди. Это неправда. В смысле? Да ладно, ну как? Нет, ты сейчас серьезно говоришь, да? Да ну, да не может быть такого. Я, походу, знаю, кто это. В смысле, ты знаешь любовника Дима? Ну блин, ну щас, ну... Нет, ты... Я тебя знаю? Ну как бы очень много лет. Ты сейчас... Да... А, не, ну блин, ну... А подписчики... Да что, ну блин? Подписчики, наверное, говорили про то, что я целовался с Димой Тушенко. Это было на батле. Да ты понял, что не зрывает ворота. Это был поцелуй без чувств. Но на вас были стринги там? Ну как на раз? Мы пошли в гей-клуб. Там был батл! Вы были в гей-клубе! Мы пошли в гей-клуб, потому что там тёлочки приходят знакомиться с геями. Да зачем? Мы хотели подцепить тёлочек. А, тут такая логика. Ну вот, случился гейский батл, и мы, чтобы как бы не делать вид, что мы не геи, сделали вид, что геи, и нам пришлось потоловаться. Правда ли, что именно ты создал телеграм-канал «Одинокий пи…» Сам додумай. Блин, это именно ты был? Ну, да, это была моя идея это сделать, но на самом деле канал «Одинокий пи***» создал Дима Евтушенко. Я создал группу «Одинокий пи***», подал свой респект и вышел с неё. И там остался один «Одинокий пи***». Ну, то есть, получается, Дима, как бы ты не создавал, но в итоге ты создал. Ну, получается, Дима Евтушенко создал, но в итоге я стал администратором этой группы, ну и потом мы начали вести и прикалываться, что… ну, просто поддерживать этот прикол, что мы геи. Ну, просто поцеловались, а потом просто поддерживали. Ну, это была просто шутка. Хорошо, ну, типа, финальное решение твоё – это правда? Да, это правда. Да, это правда. Ну, то есть, типа, Дима создал, а ты как бы… Ну, я как бы администратор. Я теперь разобрался в этой истории. У меня есть фотография. Ты знаешь этого человека? А откуда у тебя эта фотография? А потом же этот тиммер был на Новый год, помнишь? И он ещё вот эту шубу свою леопарду подарил респекту. Он ещё тогда сказал, что такси не ходит. Он подарил… А можно остаться на ночь. И он у респа в комнате типа на раскладушке спал. Прикинь. Ну да, и он… да! И в тот день он подарил леопардовую шубу респу. Вот даже фотка, смотрите, респект в той леопардовой шубе. Смотри, вот. Смотри, как он покраснел! Я не могу тебе это сказать. Ну, это уже реально… это уже реально перебор. Откуда вообще вы можете вообще про это знать? Ну, типа, есть какие-то нормальные меры, но типа, вот, типа, капошить прошлое – это… ну, это полная херня. Ты пообещал. Да ну, блин, это, ну, это… Куда ты? Это херня. Всё. Я не хочу. Респ. Так, всё. Респ, ну извини, пожалуйста. Ты же знаешь, что у меня сердце болит. Нахера ты это делаешь? Я никогда не видел, чтобы респект заплакал. Никогда в жизни. А вы хотите сказать, что… Респ. Извини. Да ты даже просто не представляешь, что этот человек делал. Просто ты просто не представляешь. Ну, ну что мне подписчикам сказать? Ты же сказал, что ты скажешь? Ну, нет, я… Нет, сегодня не буду ничего говорить. Я понимаю, что детские травмы – это жёсткое вспоминание. И что у тебя это лицо, наверное, перед глазами не один раз вспоминало, но… Я просто понимаю, что я только перестал во снах видеть это лицо. Только вот перестал во снах видеть. И ты взял, просто берешь и напоминаешь мне об этом всё. Просто вот так взял и напомнил. Ну, извини меня, пожалуйста, просто что-нибудь. Давай. Мне нужно что-то сказать. Мне надо побыть одному, Никита, пожалуйста. Стой. Слушай, это не просто так. Я уверен, это не просто так. Капец, это реально жёсткая ситуация, я офигевший. Это реально очень жалко респекта, правда. Это мне знаешь, что напоминают в тот случай, когда просто перевинули нахрен всё в доме, я настолько же был офигевший, наверное, только тогда. А это тогда ещё дверь выбили. Это жесть, ребят. Кстати, этот ролик есть на моём канале, вот он только вышел. По ссылочке в описании, ты можешь его посмотреть. Только сначала досмотри этот ролик, а только потом переходи по ссылке в описании и смотри ролик на моём канале. Это просто, ну, прям реально похожая ситуация. И это реально вызывает такие же эмоции, просто жест. Ну вот и настало твоё время, Дима, и... Как я не люблю находиться на моём канале. Сразу же провокационный вопрос. Правда ли, что ты напукал в бас своего трека один дома? Я что, по твоему славу Мерлу? Не, ну а вдруг, я не знаю. Это не мой вопрос, это вопрос подписчика. Мой ответ нет. Это правда. Нет, ну это просто, ну, типа, вообще вопрос, конечно, идея прикольная, типа, но... Но, ребят, это плагиат, это сделал Слава, смотришь, да. Мы не любим плагиат. А этот вопрос просто взорвал все комментарии, и все его задают. Ты встречаешься с участницей из Дрим Тим Хаоса? Я и так в прошлый раз отвечал, что да. Я предлагаю немного сузить круг. Это правда, что у неё рыжий цвет волос? Они реально вот всё посмотрели, инстаграммы... Это почему? Ты решил, потому что у меня худи рыжие? Он не хочет об этом говорить. Нет, они всё это сами смотрели, не я. Кто они? Подписчики? Это вопрос от подписчиков. Тут очень много вопросов от подписчиков. Чего он так нервничает? Они хотят узнать правду. Мой ответ да. Блин, я считаю, что он врёт, ну серьёзно, посмотри. Это правда. Чего? Ах... Серьёзно? Ну это всё, что я на сегодня скажу. Хорошо. Это всё. Я больше не собираюсь отвечать на вопросы про девушку. Хорошо. Ну я реально не люблю залазить в личную жизнь. Я задал вопрос, который вы хотели. Да, у неё рыжий цвет волос, но вы уже сами думаете. Правда ли, что блогер Рахим украл у тебя бит для трека? Мой ответ да. Это правда. А почему Дима нам об этом не говорил? Почему? Ну мы переписывались, обменивались треками и он выпустил трек с моим битом. Это бит, который мне сделали на заказ для моего трека. После этого он перестал отвечать и я пытался узнать что-то у юристов, но, к сожалению, ничего нельзя сделать. Могу бы показать вам переписку. Давай, если ребята наберут 700 тысяч под этим видео, я покажу переписку и все увидят, что я не вру. То есть он реально захочет спалить переписку? Серьёзно? Если вам интересно, что за трек, ну ребят, сами подумайте, кто мог написать фразу «Я юзаю шаринган, как и тач, когда у меня на руке набит шаринган». Ты знал о том, что Респект посещал логопеда? Не, ну я слышал, что он не все, ну тут на некоторых словах тихо начинает говорить, но вроде выговаривает их. Ну здесь я не буду томить, мой ответ – нет. Это неправда. Блин, каждый раз, когда я пытаюсь обмануть детектор, ребят, это просто невозможно. Я не знаю, как это работает. Постой, а почему тогда нашли иголку на стуле в предыдущем выпуске? Ты знал об этом? Конечно, я знал. Он мой лучший друг. Блин, мне интересно, это связано с тем, что он 11 лет не разговаривал? Ну а тебе Респект рассказывал всю историю? Не рассказывал всю историю, но он просто говорит, что у него проблемы с дикцией. Люди просто так не ходят к логопеду. Очень многие получают психологические травмы, из-за этого потом у них сложности в общении и сложности в артикуляции. Если вы не знали, ребят, у нас раньше был канал Дик Сити, это был канал Респекта. И на самых первых роликах там он практически не разговаривал. Они все были основаны на музыкальных сценках. Каждый раз, когда включал камеру, у него просто исчезал, как будто до речи. Он заикался. Мне кажется, что эта проблема была от мужика. Ладно, не будем усолить эту тему. Респекту и так неприятно. Ты обещал рассказать, как на самом деле тебя зовут. Давай, Дим. Хотя, наверное, ты не Дима. Я скажу это только потому, что я действительно пообещал. Возможно, вы в это не поверите. Честно, я бы сам, если бы услышал такое, я бы не поверил. Реально не смейтесь. Мое реальное имя Итачи. Итачи? Итачи. Родители назвали меня Итачи. Это разве не персонаж из анимании, нет? Это древнее славянское имя. Есть Ледачи, есть Итачи. Офигеть. Что это за имена такие? Ты не гонишь. Да ладно, я шучу, ребят. Ну какой Итачи? Какой Итачи, ребят? Ну такое имя, какое настоящие. Ладно, все, в паспорте у меня написано Дмитро. Но в украинский это Дмитро, это не Дима. Это разные имена. Наконец-то мы разобрались в этой истории. И Дима говорит правду. На самом деле его имя Дмитро. Поэтому, когда меня спрашивают, твое ли имя Дима, я отвечаю да, Детектор говорит нет, потому что по факту Дмитро. Все, мы закрыли эту тему? Я считаю закрыли. Ну если что, называйте меня Итачи. Артур, мне кажется, что ты самый главный герой вообще Детектора лжи. Поэтому я подобрал еще более провокационные вопросы для тебя. Никит, если что-то будет такое, что выйдет в меня из строя, я просто вновь уйду. Я не буду сниматься. Твое решение, я не буду давить. Ты влюблен в Клаву Коку? Да ладно. Мне вообще казалось, что Артур вообще не влюбчивый. Ну типа он не мой мой. По-моему, Артур любит брюнеток, а не блондинок. Мне даже скинули пруфы, что ты этому человеку кое-что дарил. А что, что он ей подарил, что ли? Да, это правда. Это нет. Охренеть просто. Кто ты ей подарил, скажи подписчикам, я-то видел фотки. Если на этом видосе будет реально, реально 1 миллион лайков, то я покажу в телеграм-канале, что это подарок. На самом деле, ну 18+. Стесняйся в секс-шоп зайти. Какой подарок у вас плюс? Да ладно. Интимный подарок, в смысле? Раз ты любишь такие вопросы, у тебя была интимная связь с актрисой из женского квартала? Как тебе так было? Ёколо, да! Нет! Нет! Это не правда. Я знаю, что у тебя была интимная связь. В смысле? Откуда Никита знает? Я там был, я это видел. Никита лично видел? Имя я не буду называть, пишите в комментариях, кто бы это мог быть, а их там всего 12 девушек. Пиши! Я охерел только что. Артур меня очень удивил, я просто лежочек. Да, я уже хочу спросить у него смысли, что за девушка. Правда ли, что ты хотел сменить свой пол? Хотел сменить свой пол? Я считаю, что это просто провокационный вопрос. Ну, нет, не хотел. Эйси, ты серьезно? Да ладно? Ты реально хотел сменить пол? Ты сейчас не шутишь? Надо обязательно при всех это обсуждать, да? У тебя были такие мысли, да? Обсуждать нельзя было, это дебильный вопрос, мне вообще не нравится. Капец, Артур, хотел сменить пол, серьезно? У меня мог быть не братик, а сестричка. Чего? Я хочу узнать, почему ты по это подумал. Но именно, ну, я не хочу дальше отвечать ничего. В смысле, что это? Это тест ДНК. В смысле? Какого хрена? Он же промок. Нет, это другой тест, и я хочу, чтобы сегодня все узнали правду. Да ладно, Артур, нахрена? Что мы сейчас серьезно знаем, наконец-то Артур приемный или нет? Я уверен, что здесь все хорошо, и вы узнаете всю правду. Посмотри, у него аж мурашки по коже, я это вижу, жесть. Предполагаемый отец не исключается как биологический отец брендального образца, полученного от матери, равна 95,4%. Охренеть! Да! Я знал это! Все, он успокоился на этот раз. Я тебе искренне рад, чувак, блин. Типа, я, я... Я не могу подобрать слова. Я, ребята, я ждал это очень долго, и сейчас я искренне счастлив. Теперь ты 100% знаешь, что ты неприемный. Фух, блин, реально... Как будто я сам узнал, что я неприемный, это жесть просто. А что, почему-то второй конверт. Там второй тест, я еще бороды подавал. Ты че, серьезно? Ты что, ты прикал садай, ну не надо. На хрен тебе, ну некий, ты что, прикал, ты в меня не веришь? Интересно. Что тебе интересно? Если ты хочешь успокоиться, для тебя я это сделаю. Если только ты этого хочешь. Не же. Блин, скажи, какого хрена? Вы че, охренели вообще, какого хрена? Результат анализа, ДНК, смотри. Предлагаемый отец исключается как биологический отец парентального образца, полученного от матери. Это заключение основано на несовпадении аллелий, наблюдаемых в перечисленных локусах. Индекс отцовства равен нулю. Прикалывайся, ему нельзя это... О, хрена, вы че прикалываете? Че за цирку строили? О, хрена, твою мать. Я проверял, там все нормально. На хрена это было делать? На хрена? Это придурки, блин. Я лично проверял, это все хорошо. Да нет, на хрена ты это делал. А какого хера, Артур? Они могли перепутать, просто перепутать могли и все. Где ты на хрен вообще? Постой, мне кажется, это какая-то ошибка. Я тебя говорю, да. Они просто ошиблись, это неправильно. Подожди, подожди, подожди. Медика, Геннекиди, ну как в смысле, ну... Официально, ошибок не делаю. Вы понимаете, что здесь нужна в любом случае еще одна часть детектора, чтобы разобраться? Давайте сделаем еще раз этот тест, чтобы мы узнали правду. Ты считаешь, что нужно еще один допускать? Да я не знаю, как... Но не показывать, Бородин, ну ты прикал... А если второй тест покажет то же самое? Ну что, что, что ты как... Ты понимаешь, что я ему хожу? Я уже просто не могу ничего вообще сделать. То Артур, то Борода. Что за хрень? Я не ожидал лично, что будет Борода. Я... Я ухожу с этой хрени. Я хотел убедиться в себе, только в себе и все. Парни, ну я думаю, что здесь какая-то ошибка.